Цель визита в Нефтекамск очень простая. Можно много говорить о том, что надо делать республику лучше, можно много говорить о том, что надо что-то улучшать, но пока ты сам ногами не пройдешь, не пообщаешься с людьми, не посмотришь, все это вживо, это все бесполезно, это все пустые слова. Очень печально то, что как-то неконструктивно началось общение, в том плане, что мы забронировали сначала зал в администрации, потом нам сообщают, что нашелся другой клиент на это время, который уже внес предоплату, уже там все занял. Вот мы сейчас зашли в зал, там пусто, свет не горит, никого нет, на ресепшене никого нет, там случайные люди, кто мимо проходил, говорят, что вообще ничего здесь не планировалось. Поэтому то же самое практически со всеми конференц-залами в городе. То есть сначала соглашаются, потом спустя там полдня, когда мы все-таки, ну, нам нужно документы все оформить, когда начинаем переходить к оформлению документов, выясняется, что у них кто-то появился на это время и никто. Ну вот мы прошлись по всем, кто нам отказал, нигде никого нет. Чинить препятствия, как обычно. Да, но на самом деле это очень такое неразумное решение, глупое, потому что от того, что люди пообщаются, кому от этого хуже будет. Чинить препятствия, выслуживаться перед кем-то, зачем? Людям зачастую нужно высказаться. Опять-таки в ходе этой избирательной кампании, вот у нас Ради Фаридич принял мой вызов на дебаты, у нас 5-го числа будут дебаты, которые будут транслироваться в прямом эфире. Наоборот, нужно дать людям возможность задать вопрос мне. Нужно, то есть я же могу эти вопросы задать туда, транслировать в ходе диалога. И не дать возможность людям высказаться. Причем, ну, это не только в Нефтекамске. В Сибае были представители администрации, которые снимали на камеру всех, кто приходил на встречу. Люди от этого очень сильно тушевались, боялись высказываться и задавать. То есть в каждом городе, я много езжу сейчас по республике, много общаюсь, но на самом деле, конечно, больше общения получается вот так, когда ходишь, вот мы сейчас прошлись по площадкам, здесь вот мероприятия проходят, просто с людьми поговорили, люди гораздо охотнее разговаривают, чем приходят на встречу. Только Стернетамак дружно пришел. Во всех остальных городах есть такой определенный страх. То есть вот Стернетамак единственный город, ну, кроме Уфы, который не побоялся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...